Дух огня С 22 по 28 февраля в этот раз будет двойной фестиваль, соответственно, и продолжительнее период пребывания международного кино на нашей земле. И мы надеемся, что программа очень порадует любителей кинематографа не только нашего округа, но и России, в том числе и зарубежья. Так, страшно спрашивать, но этот фестиваль пройдет в оффлайн формате? Да, мы готовимся в оффлайн. Безусловно, мы соблюдаем все международные российские протоколы, но мы готовимся привести большое кино по-настоящему вживую. Так, вопрос, который всегда всех интересует. Кто приедет из знаменитости? Кто будет интересен и на кого можно будет посмотреть? Очень хочется рассказать, но все подробности будут объявлены, озвучены на пресс-конференции. Ориентировочно дата 11 февраля, поэтому до этого мы пообещали, что будем хранить тайну. Приедут очень много интересных звезд, артистов. Безусловно, всех интересует, кто будет новым президентом, поскольку, к сожалению, Сергей Александрович сейчас не с нами. Но все объявим на пресс-конференции. Так, ладно, тогда этот вопрос откладываем. Расскажите о новшествах. Будет ли что-то новое в этом году? У вас целый год подготовиться, может быть, что-то в этом году будет новое, интересное? Ну, каждый фестиваль не похож на другие. Каждый фестиваль — это что-то новое, потому что в зависимости от тех артистов, кто приезжает, и в зависимости от того направления, которое складывается, скажем так, в волне современного кино, каждый фестиваль, безусловно, приносит что-то новое. Но мы попробовали в 18-м фестивале новое направление VR, и оно с большим успехом зашло в международный кинематограф. В общем-то, мы в нашей части были первыми и хотим продолжить это направление, поскольку куратор, скажем так, нашей программы, он теперь признан на Каннском фестивале, поэтому мы понимаем, что верной дорогой идем. — Расскажите в двух словах про это направление. Что это за VR-направление? — Это 360 фильмы, 3D, и уже за этот период, безусловно, сняты новые фильмы, поэтому будем представлять. — Давайте поговорим о конкурсе микрофильмов. Прием заявок уже закончился. — Завершен. — Да, завершен. И буквально сегодня, правильно, стартует интернет-голосование. — Да, да. — Расскажите про этот конкурс, сколько пришло заявок, сколько было номинаций. — Микрофильмы для нас — это, можно сказать, наверное, наше собственное игроклассик детища, потому что в 2018 году, когда мы стали исполнительной дирекцией фестиваля, впервые запустили непосредственно это направление. И вот спустя 4 года мы понимаем, что конкурс микрофильмов — это, в общем-то, уже, наверное, профессиональный конкурс. На этот фестиваль пришло более 100 заявок по взрослой номинации, более 80 заявок по детской номинации. — Это много? — Это... — Сравнивая с предыдущим? — Да, сравнивая с предыдущим, это много, поскольку увеличилось количество профессиональных участников. То есть если в первый фестиваль в основном это были съемки на телефон, это были просто жители, скажем так, которым нравилось снимать и отправляли какие-то свои мысли, то сейчас это профессиональные студии, это институты профильные. И что также радует, что жители также по-прежнему активны, и география значительно расширилась. Участвуют не только столичные, скажем так, города и краевые центры, но и в том числе поселковые тоже присоединились, потому что очень приятно. И сейчас, смотря оценочные листы жюри, мы понимаем, что у них даже есть какие-то расхождения во мнениях, то есть какие-то споры, отборы. И если раньше нам говорили, ну как это так, вот три минуты, что можно снять за три минуты, то сейчас мы понимаем, что даже в две минуты укладывается полноценный сюжет и форма, и микрофильмы, в общем-то, выходят на профессиональный уровень. А расскажите немного вообще о сюжетах, о чем снимают люди, что сегодня актуально, что интересно. Тема 19-го фестиваля была «Человек. Поступок. Жизнь», и, соответственно, были связаны с более социальной тематикой. А тема микрофильма 20-го фестиваля «Выбор». И очень интересные работы, поскольку есть и на литературные произведения, и даже, ну вот, внимательно следите на нашем сайте за работами, которые пойдут на интернет-голосование, выбирайте, потому что сюжеты, на самом деле, и на военную тематику, на социальную тематику. И вот, как я уже обозначила, есть и литературные произведения, которые... А вы видели? Конечно, конечно. А есть что-то, что вам запало в душу? Да, безусловно, есть. Расскажите буквально в душу. Ну, не хотелось бы. Нельзя, да? Не хотелось бы. Ну, может быть, как-то это повлияет на голосование. Поэтому смотрите, выбирайте то, что нравится вам, и отмечайте это в голосовании. Так, где голосовать, как голосовать, как это проходит? Сайт «Югра-фест», раздел «Конкурсы», раздел «Микрофильмы». Все фильмы, которые отобраны отборочной комиссии, они будут размещены там. Просматривайте и ставите свой голос. Да, и последний вопрос. А что ждет победителя? Что дает победа в этом конкурсе? Победа дает приезд на фестиваль «Духа огня». Мы привозим всех победителей. Победители получают награду, бронзовую тайгу. Фестиваля наравне со всеми профессиональными участниками. Ну что ж, мне кажется, это достойная награда. Спасибо вам большое, друзья. Голосуем, выбираем лучше вас и идем все вместе на «Дух огня». Спасибо вам большое. С гостем мы прощаемся. А с вами, друзья, увидимся буквально через несколько минут. Не расходимся. Продолжение следует.